Ну что, друзья, тысячу дней с момента начала полномасштабной войны – это всё-таки серьёзный срок. Что бы там ни кукарекали за поребриком? Хотя, с другой стороны, причину визгов и криков российских пропагандистов несложно объяснить. Ведь уже упомянутые тысячу дней стали временем не только несусветного позора якобы первой армии мира. У нас самая воюющая армия в мире. Сейчас мы бесспорно являемся первой армией в мире. Но и прямым зашкваром самих Останкинских балаболов, чьи фееричные перлы до сих пор сложно вспоминать без улыбки. Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймёт всё. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшное морда. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего её побеждать-то, Господи? Да-да, лишь подняв бровь, и не более чем за два дня в Москве собирались захватить всю Украину. Именно поэтому сразу после объявления так называемой СВО, тупо все прокремлёвские лидеры мнений принялись строчить тексты один победоноснее другого. Сейчас вот вам нашу любимую подборочку напомним. Как бы ни было страшно, сейчас мирным жителям Украины хочу сказать, российская армия для них опасности не несёт. Боятся надо собственных нацистов, что прямо сейчас пытаются спрятаться от неминуемого возмездия. Что касается Украины, то через несколько дней она вступит в союзное государство и ОДКБ. Что кому не ясно? За поребриком не только победу за несколько дней, но моментальное вступление Украины в Таёжный союз и ОДКБ запланировали. А украинские депутаты и чиновники при этом якобы от страха в двери Медведчуку звонили. Ещё и натоптали Пади, а святой Оксане убирать. Сейчас в доме Виктора Медведчука собралось большое количество депутатов и военных. Медведчук — единственная связь с Кремлём. Вспоминая вот это легендарное фото, весь описанный выше копиум звучит как анекдот. Но зет-патриоты в те дни сидели на диванах и хлопали в ладоши. А самые политически активные выдвигались к пятёрочке за победу хряпнуть. И с другими титанами мысли покумекать, что с побеждённой Украиной делать дальше. Путин может предложить несколько вариантов по Украине. Один из них — это федерализация страны с широкими полномочиями регионов. Второй вариант — это создание отдельного государства и разделение Украины по югославскому сценарию. Третий вариант — вхождение Украины в Россию. Показательно, правда? Зато сейчас дурачкам вещают, что Россия не то чтобы делить Украину, а и Киев брать не хотела. Мол, чмоньки от столицы в качестве жеста доброй воли убежали. Давайте уже жалкие, поднимайте всем настроение. Они все говорят о каком-то сражении, в результате которого они откинули российские войска. Да, что мы за три дня не взяли Киев. Какое сражение? Стамбульское, что ли? Наверное. То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, и после чего мы отвели войско. Да. Какое сражение? Кто выиграл где? Вот только ни записи эфиров, ни скрины не горят. А потому, неуважаемые балаболы, обтекать вы будете долго и нудно. Источник рассказал, что штурм Киева будет проводиться в первую очередь силами подразделений из Чечни. Среди прочего, их действия будет координировать лично Рамзан Кадыров. СССР захватывает аэродром не для того, чтобы вести оттуда наступление, а чтобы принимать дополнительные силы для развития наступления. Ну а потом, скорее всего, завтра Киев будет встречать своих освободителей. Ну так что там, Соловьев? Собирались вы Киев штурмовать или нет? Просто подобный контент из ваших самых топовых источников мы можем постить хоть до завтра. Например, влажные фантазии о группах ССО, которые якобы уже находятся в украинской столице. Вечером и ночью в Киев начнут заходить передовые части российских войск. Группа ССО наверняка уже там. Сегодня ночью начнется охота. Из нор начнут выковыривать шакалов, крыс и свиней, что обозначены на колоде карт. В Киеве отчетливо запахло дерьмом. Бежать-то некуда. Очевидно, что именно после прочтения подобного бреда лично Рудольфович с братьями по разуму активно зачищал Киев языком. В Киев вот-вот войдут части тоже для зачистки Киева. Ну а еще убогие тогда радовались якобы захвату Запорожья, мифическому десанту в Одессе. И прямо писали, что спецоперация – это, цитата, «тренировка на кошках». То, что сейчас происходит, это демонстрация на кошках возможностей России как сверхдержавы в сфере обычных вооружений, включая аэрократию. Наглядное доказательство того, что никакие второсортные страны-буфера в принципе не являются ни военными соперниками, ни фактором сдерживания России. Как там кошечки, ребятки? Не расцарапали часом вам немытый пятачок? Но не будем отвлекаться, а вернемся в первые дни СВО, когда даже до самых упоротых фанатиков вдруг стало доходить – что-то идет не так. То есть победной речи есть, а результата нет. Именно тогда, желая успокоить народ на всю Россию, заявил, мол, страна дает армии кредит доверия на полтора месяца. Ожидание людей, сколько может продлиться война, но ощущение, что там полтора-два месяца, то есть люди как бы такой кредит доверия дают. То есть полтора месяца – это самый максимум, на что рассчитывал враг. Если бы им кто-то сказал, что спустя три года российская армия будет радоваться угледару в Донецкой области, они бы все смеялись и крутили пальцем у виска. Но сейчас все происходит именно так. Это героический подвиг, потому что угледар два года кровь пил страшно. И то, что удалось сделать доблестным бойцам 29-й и 36-й, это, конечно, они обессмертили своими. Я видел этих ребят, эти штурмы, ну, это герои. Получается, что между кремлевскими ожиданиями и реальностью не просто пропасть, а Марианская впадина. Путин и компания даже в самых страшных снах не могли себе представить, что придется воевать на полную аж тысячу дней. Причем, ладно бы сейчас они последних бандеровцев в горах Карпат где-нибудь отлавливали. Ну так, чтобы спокойно было на обещанной русско-венгерской границе. Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции. Но вместо этого топовой темой на тысячный день полномасштабной войны становится обстрел, внимание, Брянской области баллистическими ракетами. После чего громко сказал «Кря» очередной российский арсенал. Ёб***ь! Ну так что там, Путин? Как там демилитаризация? Все получается. Просто есть скромное мнение, что Украина демилитаризирует Россию, а не наоборот. И, собственно, от этого у околокремлевской тусовки дико подгорает. Посмотрите, вот какой фееричный пост накатала пропагандистка Канделаки. Знаете, друзья, куда я бы очень не рекомендовала ездить в ближайшие пару месяцев после того, как мегаломаньяку Зеленскому дали разрешение бить американскими, британскими и французскими ракетами по территории России? Например, на Кипр, особенно в районы Акротири и Дилекии, где расположены британские военные базы. Всем ясно. Оказывается, Зеленский, а не Путин, мегаломаньяк. Из чего смеет защищаться, по военным объектам России бьет? А вот если бы как Путин убивал каждый день детей, то, очевидно бы, никаким маньяком бы не был. Как в их безмозглых тупых головах вообще подобные перлы рождаются? Ух, как сейчас Канделаки будет кулачком трясти. У США и других стран НАТО много военных баз по всему миру, расположенных неподалеку от горячих точек, в которых может совершенно внезапно появиться дальнобойное и высокоточное оружие. Именно об этом предупреждал Владимир Путин еще в июне. Не услышали? Сами виноваты. Кажется, они себе совершенно искренне поверили, что Украину бомбить можно, а Россию нет. Ну просто отморожены, ей-богу. А потому в ответ просто процитируем одного деятеля с дурно пахнущим чемоданчиком. Ну нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Этому самому деятелю, кстати, сейчас явно не сладко. Где-то уже 125-й раз за время СВО имеет все шансы оказаться в статусе главного балабола планеты. Ведь никто не лично Путин, а не его халуев за язык не тянул, угрожая США ядеркой в случае удара американскими ракетами по России. Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю, и американцы, и мы. Америке наносится 95-процентный тотальный ущерб. То есть, по сути, Америка не существует. Но вот в Брянскую область прилетело. Минобороны подтвердило, да, стреляли атакамсами. И тут уже Путину нужно что-то решать. Либо отвечать за слова. Если российские радары фиксируют пуск, например, Storm Shadow, Scalp или Атак МС, ответ будет не по Украине, а по Лондону, Парижу и Вашингтону. Вот такая суровая для украинской власти реальность. Запад циничный труслив. Чужими руками Россию победить не вышло. Но гибнуть за Украину самим, конечно, не хочется. Либо прекратить грозить Южному Централу, попивая кумыс у Шойгу на квартале. И вот мы даже не сомневаемся, что никакого удара по Америке, конечно же, не будет. Путин всегда был трусом и ничтожеством. Вот почему языком Россия воюет с НАТО. Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира. Воюем мы не с Украиной, а со всем коллективным Западом и, естественно, НАТО. Но при этом энергетические объекты они бомбят в Украине. Так если с НАТО воюете, сносите ТЭС в странах Альянса. Но нет, об этом даже подумать страшно. Максимум, на что хватает современной России, это перерезать кабели на дне моря. Капитаном китайского судна, подозреваемого в повреждении кабелей на дне Балтийского моря, оказался гражданин России. Вот это победа. Невероятное просто. Сразу видно, со сверхдержавой буржуй западные имеют дело. Но если говорить серьезно, то очень зря в Кремле думают, что никто в мире не замечает слабости России. Да-да, именно слабости, что бы там ни говорили по телеку. Если мы слабые, с нами никто не будет разговаривать, нам будут диктовать. Когда они чувствуют нашу силу и понимают, что нас за конфетку не купишь, обещаниям мы уже не верим. И что мы говорим просто ясно. Нам плевать, что вы нам несете. Ведь сильные не говорят много, а просто берут и делают. Причем делают так, чтобы дела не расходились со словами, сказанными «до». Обещали взять Донецкую область за два дня. До выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни. А теперь делают вид, что ничего подобного не было. Обещали НАТО громить и бомбить за помощь Украине. Но Румыния, де-факто все румынские аэропорты, где будут находиться Ф-16, будут уничтожены. И нам, кстати, плевать, что это страна НАТО. Их же сразу предупредили. Если они собираются использовать эти аэродромы, неважно, что потом будет подскок на Украину, и потом полетели работа, для нас это роль не играют. Будут уничтожены. А сейчас голову в песок зарыли. Мол, мы в домике, нас не кантовать. Главное, пусть потом не удивляются, что атакую Россиюшку будут вытирать ноги все, кому не лень. Уже, блин, ручные Абхазы Майданы устраивают, а Кремль ничего не может сделать. Только обзываться из студий да грозить кулачком. В Абхазии ребята это такие, знаете, калиброванные х**лы только кавказские, которые решили, так, х**ли, а ну-ка нам все давайте, деньгами нас заваливайте и только ни на что не претендуйте. Мы тут сами, мы молодцы, а вас тут и близко быть не должно. Но самое классное здесь в том, что скрипоносцы упорно не желают учиться на своих же ошибках. И вот реально каждый день, как и 24 февраля 22 года, звезды российской пропаганды продолжают публично думкой богатеть. Жизнь их должна будет сломать, а жизнью, я называю, как в этом контексте твоего вопроса, это ситуация на линии боевого сопротивления. Как быстро мы кураховы, как быстро мы окружим Покровск, как быстро мы гуляй поле и великую новоселку выйдем на границу Днепропетровской и перейдем к границу Днепропетровской области. Видали мамкиного захватчика? Ну вот серьезно, и не стесняется же. Как быстро мы подойдем в Запорожье, будет ли форсирование Днепра, или мы пойдем в Чернигово. То есть вот что является реальностью. А холупы, как и прежде, сидят на диванах, раскатав губу. Разница только в том, что дураков, желающих лично побеждать Украину, стало в разы меньше. Меньше настолько, что кремлевские деды уже готовы и банковский сектор на колени поставить. Госдума России на пленарном заседании приняла законопроект, который предусматривает списание просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для участников специальной военной операции и их супругов. Скоро будут пару девственниц духовно предлагать, только бы еще партия мяса нашлась. Но вот вам спойлер. С каждым разом находить желающих гнить в посадках Путину будет все сложнее. А потому, пережив 7 лет гибридной и 3 года полномасштабной войны, важно не опускать руки, не вестись на сладкие морковки и доделать работу до конца. Ведь отложенная война сейчас станет горем уже для наших детей. А допустить этого ни в коем случае нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok